С наступлением сильных морозов, несмотря на предупреждения спасателей, люди сразу идут на лёд. И зачастую, как следствие, проваливаются в воду. Как обезопасить себя от трагичных последствий, смотрите в нашем следующем материале. Несмотря на сильные декабрьские морозы, лёд на водоёмах неоднородный. Из-за обильных снегопадов, а затем оттепели и снова большого количества снега, лёд получился как слоёный пирог. Толщина льда составляет 15 сантиметров, но лёд находится слоями. И слои по плотности льда непредсказуемые. То есть сверху мягкий, ниже слой толчек, тверже и опять слой мягкий. То есть лёд неординарный, человек в любой момент может на таком льду провалиться. Чтобы выйти на лёд безопасно, его толщина должна быть не менее 7 сантиметров, чтобы рыбачить не менее 10. Впрочем, спасатели настоятельно советуют быть осторожными, несмотря на толщину льда. На реках, где есть особенно интенсивное течение, в некоторых местах лёд промыт. В особенностях это видно на реке Волга в городе Твери. Из-за ливнёвок, из-за тёплого течения, например, которое сбрасывается, стец-3. Поэтому при выходе на водоём и на лёд нужно быть очень внимательным и осторожным. И не переходить в неустановленных местах. Сотрудники МЧС рекомендуют, если видите тёмные места, значит, что лёд тонкий и можно провалиться под воду. Таких мест обязательно нужно избегать. А рыбакам в обязательном порядке нужно брать с собой средства спасения – верёвку или когти. Когда человек провалился под лёд, очень тяжело выбраться, так как руки соскальзывают и нет возможности выбраться. Поэтому, используя когти или даже простые строительные гвозди, есть возможность спасти себе жизнь. Спасатели также советуют не выходить на лёд в одиночку или ночью. А если провалились, попробуйте самостоятельно вылезти из воды.